В нашу эпоху ничто так часто не приходится слышать, как слова о милосердии и гуманизме. И тем не менее, всем нам ясно, что это одна из самых жестоких, если не самая жестокая эпоха в обозримой истории. Этот парадокс можно объяснить очень многими причинами. В частности, это объясняется так называемой негативной магией слов. То есть имеется в виду, что слова – это объекты, с которыми надо обращаться как можно осторожнее и, так сказать, в суе их не употреблять. Но поразительно, что чем больше слов о милосердии и гуманизме, тем больше жестокости, агрессии и насилия в этом мире. Поэтому это настолько чувствуется, это настолько, так сказать, витает в воздухе, что кажется, что где-то в пределах нашей Вселенной существует просто какой-то источник, который посылает нам агрессивные волны или волны агрессии. Агрессия непредсказуема. Она может настигнуть нас в любой момент. И то, что очень любопытно для нашего времени, что агрессия может прятаться под любыми масками. Под масками любви, милосердия, патриотизма. Поэтому этой проблеме я хотел посвятить одну песню, которую предлагаю вашему вниманию. Она называется «Эра темных агрессий». Над чайной розой кружит мотылёк, С чёрных крыльев слетает пыльца. Длинные пальцы наматывают клок волос И вырывают глаза. Эра темных агрессий Руку хочет погладить в руках Но как молитвы Сверкают бритвы Располосованная щита В каждой верёвке Дремлет кнут Любимую девушку Провожать Лаская плечи Под машину толкнуть И долго, долго, Туго хохотать Лежать на траве И грезить Про плаху И топор Эра темных агрессий Взрывается Как метеор Ни в какие, ни в какие рамки не лезет Прихотливая как дрозд Эра темных агрессий Эра холодных звёзд Вот это, конечно, нельзя понимать Как пропаганду насилия Или в прочих таких негативных категориях Это просто ощущение Это просто ощущение От нашего времени И от его полной непредсказуемости В совершенно негативном смысле Мы можем легко обратить внимание На то, что И современная мифология Или то, что мы условно называем Подсовременной мифологией Целиком негативна Целиком враждебна Это, естественно, отражается В кинофильмах И всякого рода Литературных произведениях Но это отражение Тоже не берётся писателями Или режиссёрами откуда-нибудь Это просто царит в воздухе Это наша атмосфера Поэтому, мне кажется, для каждого человека Очень важная в жизни вещь Определить тот сектор агрессии В который он способен индивидуально попадать Это и есть проблема личного мифа Необходимая для того, чтобы человек Более или менее мог как-то ориентироваться в этом мире Я уже говорил о том Что, на мой взгляд, один из самых интересных Современных мифологов Это Артур Канандуэль И в этом смысле Я бы хотел спеть песню Которая называется «Чёрная собака Баскервилли» Потому что, на мой взгляд Образ собаки Баскервилли Во многом очень любопытно Определяет Современную атмосферу страха Естественно, я оставил в песне только название Не обращаясь к самому произведению Это звучит приблизительно вот так Кто-то там кричит Кто-то в дверь стучит И внезапно падает картина В щёлку тонкий свет Виден мокрый слен В зеркало бегу И глазами круги Враги, кругом враги Бьют часы, замолкает шум Только в шкафу ворочается костюм Кто-то в углу болеёт Кто-то меня зовёт Кто-то проклинает моё имя Кричат, что там дерутся Кричат, чтоб я вышел на улицу Кричат, что кого-то машина задавила Я знаю, это не драка Я знаю, воят собака Это чёрная собака Когда из любого угла Ползёт лохматая мгла И плачет вьюга, смешанная с кровью Я знаю, никто не плачет Я знаю, что это значит Светятся в ночи зелёные круги Беги, беги, беги Приходит моя жена Кричит, что она больна Что я давным-давно сошёл с ума Забывает полголоса Потом распускает волосы Чёрные, как Саша Или, или За стенкой играет баха Всё громче Воят собака Это чёрная собака Баскервилей Вот такая песня О чёрной собаке Баскервилей На мой взгляд, она Довольно забавна Если можно Такую тематику назвать Забавной Но вообще говоря Вообще говоря Если жить постоянно В такой атмосфере То Это, естественно Довольно Грустное времяпровождение Но, тем не менее Всё равно Вот эта атмосфера страха Насилия Агрессии Причём Надо сразу сказать Что Она не имеет Конкретных ориентиров То есть она может иметь Но Самое ужасное в том Что она действительно Непредсказуема И действительно непонятно Куда она нас приведёт В этом смысле В этом смысле Современное искусство Рассматривает смерть Как одно из Нормальных решений Этой проблемы Имеется в виду Смерть Которая понимается Очень индивидуально Крайне Не в общем смысле Как это Любят делать люди Считая Что смерть Это нечто Общее для всех Равно Как и жизнь Нечто общее для всех И Карл Готфрид Юнг В частности Карл Густав Юнг Да правильно Всё Простите Это я ошибся В частности И писатели Которые пишут Об алхимии И герметизме Вообще Акцентируют Проблему Индивидуальной смерти То есть Так же точно Как мы строим Свою жизнь То есть Мы пытаемся Строить её Индивидуально А не всеобщая Так же точно Нам необходимо Построить Свою собственную смерть И увидеть Её горизонты В этом плане Я хочу спеть Ещё одну песню Которая Приблизительно Очень приблизительно Может наметить Выход из такого положения Когда В серебряной пыли Волны отступают От берега И не делай Напрасных усилий Не старайся Добраться До берега Распадаются Острые рифы Тонят Спасательный круг Попылывают Стеклянные рыбы Из твоих Опущенных рук Слушай Слушай Утопленник Слушай Что тебя ждёт На суше Тебя Заставят Работать В яме Глубокой Как и ночь Ты будешь Трупы щекотать И идут Трупы хохотать Всегда 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 Земле нужен Только повод Смотри Среди этих колонн Лежит Электрический провод Невинный Невинный Эмбрион Но Стоит Себе Улыбнулся Или На пудре Синоз Он Он Вдруг Упруга Сожмётся И Прыгнет Как Бешеный Пёс Слушай Утопленник Слушай Спускайся Все Все Глубже Глубже Там Потонувший Город Где Статуи Белых Богин Ты Будешь Мрамор Целовать И Буду Спуты Созерцать Тебя Всегда 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 На этом Я бы хотел кончить эту песенную часть